Приветствую вас Есть два варианта того, как вы можете себя вести в данной ситуации Первый вариант это для себя для начала отделить конфликт То есть вы пишете, что вы, ваша подруга и нашему дядю сели парень С ними мы больше не общаемся, скорее всего, на самом деле совсем Так вот, конфликт произошел между кем и кем? Между вами и подругой, как я понял А муж с ними не ссорился И с его точки зрения, с точки зрения формальной логики Субъектом, который является мужчина Субъектом, который является ваш муж Он действительно не совершает ничего дурного Поссорились вы Он не общается Он даже не общается с ней Вы не хотите не общаться То есть это ваше право не общаться, а его право общаться И здесь мужчина, со своей точки зрения, брал Вы можете такую его позицию принять И попробовать разрешить конфликт Для себя хотя бы То есть Вот вы говорите Они моего мужа везде приглашают Они ходят к ним в гости Они ходят в клубы Куда подруга зовет своих знакомых девочек То есть Вы боитесь, что мужчина, собственно говоря С этими девочками, вам изменит И вы считаете, что это провокация Вы прямо пишите, что я понимаю, что это провокация Сторожно подруги А вы знаете Вот В рамках первого варианта В рамках первого варианта Вам нужно для себя подумать Вот Есть подруга Которой вы боссорили Ну, может быть конфликт все-таки А можно будет как-то Разрешить Хотя бы мирно Хотя бы Как-то вот Остаться, если не Друзьями Понятно То хотя бы Ну Знаете Знакомыми Чтобы не оставалось Зло друг на друга Понимаете Если нельзя Если этот путь для вас закрыт Тогда пойдем идти о мужчине Он говорит, что уходит за своим другом И Вы Имеете Основание Получаться Ему Не доверять То есть Вы не доверяете мужчине Почему Вы не доверяете мужчине Своему мужчине Вы Может быть Сомневаетесь Его Чего Сох Вам Может быть Вы сомневаетесь В том Что Он любит вас Что Он хочет быть С вами Если Да То Почему Нет ли у вас проблем Именно с ним Не с подругой Не с клубом Не с тем Что он делает А именно с ним Если у вас все хорошо То Каковы причины Вашего беспокойства Почему Вы сомневаетесь В том Что мужчина Ну Будет сохранять Уважение К вам Например Вот Об этом Попробуйте Подумать В первую очередь Дальше Второй Вариант Он Предусматривает Некую Такую Позицию Уже Со стороны Вас Вам Нужно Своему Мужчине Сказать И Желательно Сказать Достаточно Откровенно Достаточно Честно И резонно Что лично Вам Неприятно Что Он Ходит Вот Ну В клубы В гости С этими Людьми Да С которыми Вы Не Общаетесь Вам Это Неприятно Вы Испытываете Дискомфорт И Собственно Говоря Этот Дискомфорт Он Мешает Вам Ну Вообще Чувствовать Себя Счастливое Чувствовать Себя Хорошо И так Далее То есть Донесите Попробуйте Донести До своего Мужа Вот Этот Момент Момент Что лично Вам Неприятно То есть Вы Пишите о том Что вы Говорили С ним И он Не видит В этом Ничего страшного Очень важно Чтобы вы Сами Для себя Вот Чтобы вы Нам Точнее Даже Чтобы вы Нам Донесли Как Именно Вы Говорили Своим Мужем Что Именно Вы Старались До него Донести Как В Какой Форме И так Далее Если Например Вы Говорили Своему Мужу Что-то Вроде Того Что Ты Должен Я Считаю Тебе Нужно И так Далее То Конечно Он Воспримет Это Негативно Почему Потому Что Считает Что Вы Находитесь Не Завсем В своем Праве То есть Вы Не В праве Указывать Ему Что Делать И В этом К сожалению Мужчина Находится В Позиции Скажем Так В Позиции Верной Для Себя То Есть Переубедить Его В том Что Это Не Так Будет Достаточно Сложно Я бы Сказал Что Это Нереально Потому Что Ну Понятно Да Прослый Человек У Него Есть Свои Ценности Свои Вгляды Свои Интересы И Вы Здесь Значит Пытаетесь Ему Вдруг Донести Что Он поступает Неправильно Ну Согласитесь Это Несколько Странно Выглядит Для Мужчины Если Вы Донесете До него Что Неприятно Именно Вам И Что Вам Неприятно Вам Некомфортно Вам Плохо То При условии Что Он Вас Любит При условии Что Ему Важен Ваш Комфорт Ваше Спокойствие Он Скорее Всего Перестанет Это Делать Если Или же Нет То Вы Можете Поставить Вопрос О том Насколько Он Заботится О вас И О вашем Комфорте То есть Вы Легко Можете Поставить Вопрос Потому Что Например Его Досуг Который Он Организовал Себе Вместе С Вашей Бывшей Подругой И Своим Другом Для Него Дорогей Чем Например Вы И Если Это Так То Даже В этом Случае Не Стоит Как То Знаете Устраивать Скандалы Семи Ревности И Прочем Почему Потому Что Это Бесполезно То Бесполезно Доказывать Что Вашему Мужу Если Он Изначально С этим Не Согласен Это Бесполезно Вы Ему Скажите Тогда Что Ты Можешь Сделать Конечно Все Что Хочешь То есть Хочешь Встречаться С ними Встречать Но Мне Это Неприятно И Я Терпеть Это Не Буду И Соответственно Если Ты Делаешь Что Что Мне Не Нравится Ты Я Буду Делать Что Что Тебе Не Нравится Не Потому Что Я Хочу Отомстить А Потому Что Ты Меня Усемляешь И Вот Так По Этой Как По Этому Пути По Этой Дорожке Двигайтесь В Сторону Как Б Дальнейшего Отстранения От Мужины В Случае Если Он Не Захочет Что То Менять В Принципе Для Вас Это Вот Единственный Вариант Я Б Сказал Который Вы Можете Объективно Использовать В Этой Ситуации То Есть Понятно Что Мужину Нельзя Заставить Что То Делать Понятно Что Нельзя Человек Ну Как Насильно Запретить Ему Делать То Что Ему Нравится Это Я Надеюсь Очевидно Но Вы Можете Вот Так Вот Как Постепенным Постепенным Увеличением Своего Давления Увеличением Скажем Так Настойчивости Давать Ему Понять Что То Что Происходит Вас Не устраивает И Вы Будете Принимать Более Более Сильные Радикальные Меры Для Одного Чтобы Перестать Испытывать Негатив И я Думаю Что Вот Это Все Поможет Вам Решить Вашу Проблему В итоге На этом Я думаю Можно Закончить Мой Ответ Я Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Дополнительные Вопросы У вас Остались Буду Рад Помочь Вам Пишите В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам И удачи